Вот это весь наш уголь остался. Сегодня только вечером. Стопить печь. Каждый комок на вес золота. Топливо кончилось, а в продаже его нет. Пенсионерка Наталья Шаркова теперь боится замерзнуть в собственном доме. Хором их 100 квадратов натопить в морозы не так-то просто. Тонны угля еле хватает на месяц. Мы по 4-5 ведера угля сжигаем за день. У нас отопление здесь сделано, под окнами батареи пока прогреются. А тут вот я не знаю. Это вечером мы протопим дом еще и все. Нам больше топиться нечем. В соседних домах аналогичная история. Уголь на исходе. Сельчане предпочитают Балахтинский. Говорят, лишь это топливо по карману. Да и перебоев с поставкой никогда не было. Такой дефицит впервые. Ну осталось на два дня. Тоже не знаю, что буду делать. Дровами? Ну, дровами только. Дров там много надо? Много надо. 120 квадратов протопить. Котел, кочегарка, гараж. В районном центре работает несколько угольных торговых точек. Только вот Балахтинского топлива в наличии нет нигде. Говорят, всему виной проблемы на разрезе. Да и последние поставки сырья по качеству оставляли желать лучшего. Раз камень пошел, мы как-то, знаете, не желаем населению. Мы продаем на совесть. У нас взвешивают уголь. И так вот получилось, что мы не стали возить. Ну и перебои. Вот там в Балахтинском разрезе стоят машины по трое, по четверо суток. Истинные причины, куда исчез уголь и надолго ли, пока нам узнать не удалось. Но мы связались с компанией, которая добывает и реализует топливо. Официальный ответ мы получим лишь на следующей неделе. Видимо, пока жителям придется топиться дровами и ждать по-настоящему теплых весенних деньков. Ольга Максюшина и Алексей Фролов. Енисей. Новости.